Всем доброго вечера, мои дорогие друзья и зрители канала Мать-Героини. Вечерком снимала, чем занимаемся с детишками, после ужина, перед сном. Одна из моих подписчиц подарила нам очень много подарков. Среди них была вот такая песочница. Очень интересная вещь для игры с песком дома. Я сегодня была в городе, зашла в офис МАК и увидела вот такую чудо-машинку. Я никогда не знала, что есть электрические точилки для карандашей. Оказывается, это такая здоровская штука. Стоит она, конечно, недешево, но я считаю, что когда карандашей много и детишек много, то такая вещь просто необходима в доме. Это правда чудо-вещь. Дети очень быстро ее освоили. Правда, я разрешала ей пользоваться только под моим присмотром, потому что все-таки механизм, не дай бог, его пальчиком туда залезут или еще что-то. Но всем-всем хотелось попробовать, посмотреть, как он точит. Точит он очень здорово, очень качественно и быстро. Вечер творчества продолжился как раз в песочнице. Первая начала лепить из песка цветного Сашенька. Ей скоро 9 лет. Она очень любит такие игры, которые направлены на развитие мелкой моторики. Она любит рисовать, лепить, красить, разукрашивать, вырезать всякие фигурки. Ну и маленькие, естественно, видя, как она этим занимается, тоже занимаются подобными вещами. Как здорово, когда все карандашики наточены. Детишкам хочется сразу рисовать разноцветные рисунки. Подключились абсолютно все. И Матрона, Якову тоже отдайте, пожалуйста, карандашик. София рисует, мне кажется, лучше всех в своем возрасте. Ей всего 6 лет. И рисует она уже давно красиво, очень симметрично. Любит, конечно, срисовывать какие-то мультики. Ну а Яков только учится калякать и малякать. Тема хороша, многодетная семья, что детишки зациклены не только на маме и общении с мамой и с папой, но также и на друг друге они замыкаются, играют, взаимодействуют. Конечно, все бывает, бывает, что и ссорятся, и что-то друг друга отнимают. Вот приходится их разнимать и объяснять, как себя надо вести, как надо дружить и играться. Но в основном это общие какие-то игры, затеи. И чем больше, чем разнообразнее эти игры, тем лучше. Кстати, я стараюсь одновременно не больше двумя-тремя играми занимать детей, потому что потом они начинают все это разбрасывать, раскидывать. Их очень сложно уговорить это все убрать за собой. Поэтому правило номер один. Если хочешь поиграть в одну игру, играешь. Если во вторую, то первую надо уже убрать на место. Как видите, недолго порисовав, детям очень захотелось покопаться в этом песочке. Классная альтернатива настоящему песку. Тем более сейчас зима, и на улице невозможно покопаться в песочнице. А тут дома вот такая цветная красота. Еще раз хочу поблагодарить всех людей, которые нас поддерживают, кто шлет подарки. Ну, в общем, за ваше внимание большое-большое спасибо и низкий поклон от нашей многодетной семьи. В этом видео, в самом конце ролика, я буду распаковывать еще одну посылочку уже от другой подписчицы. Но это вы увидите чуть позже. Как только малыши пришли играть в песок, Саша сразу пересела рисовать. Видимо, из-за того, что она постарше, ей комфортнее находиться сама с собой. Я продолжаю точить карандаши. У нас их действительно очень много. И Сашенька как раз на фоне этого рисует. Я мама уже со стажем. Старшему нашему сыну 18 лет, дочке 17. И самому младшему в мае будет 2. И я хочу сказать, что, знаете, нет бесталантливых детей. Каждый ребенок, он талантлив. Главное для родителей раскрыть эти таланты. Не надо отталкивать ребенка. Надо дать ему все попробовать, все посмотреть. Обязательно давать ему возможность испробовать все самому. И тогда эти таланты будут раскрываться очень быстро. Конечно, немаловажна и поддержка. Поддержка родителей, чтобы они часто хвалили, говорили, какой ты у меня молодец, какой ты умный, какой ты красивый. Это действительно очень важно для маленьких детей. Посмотрите, с какой охотой они помогают убираться. Кстати говоря, убираются они после себя. Ну и, конечно, Данил сейчас убирается за Настей, потому что она начала там вырезать, настригла чего-то, накрошила. Сашенька тоже помогает уже Данилу. И знаете, как я всего этого добиваюсь? Я ведь просто их прошу помогать маме. Но они могут сказать, нет, я не хочу и не будут делать. Я придумала такой уже давно известный метод поощрения. То есть у нас есть специальные наклеечки, медальки. И кто старался, кто выполнил задание, тот получает такую наклеечку. В конце недели, у кого больше наклеек, получает уже приз от мамы, от папы. Поэтому дети, конечно, они стараются, они хотят приза, они хотят поощрения. Но это работает, естественно, только с маленькими детьми. У более старших уже есть свои обязанности. Они, конечно, про них знают. И по мере сил и возможностей, так как у них все-таки школа и большая загруженность в школе, тоже помогают поддерживать порядок. Дети ухаживают не только за младшими сестрами и братьями, но также и за животными. У нас есть аквариум дома, две маленькие собачки, одна из которых декоративный шпиц, корги Ярик. Но за ними ухаживать очень легко и просто. И, честно сказать, детям очень нравится. Теперь пришла очередь у единицы Анастасии. Она долго-долго сидела над этим рисунком и старательно что-то вырисовывала и раскрашивала. Перед сном ежедневно мы принимаем ванну. Детишки купаются. И я хочу в этом видео вам показать метод ухода за длинными детскими волосами. Его можно применять и для взрослых. Подсмотрела в интернете. В общем, весь смысл заключается в том, чтобы волосы как мочалку не жать. Всегда по направлению, по чешуйкам надо двигаться. То есть, что водой, что шампунем. Обязательно нужно аккуратно-аккуратно как бы приглаживать. Постоянно приглаживая и смывая точно так же. А потом в дальнейшем и феном точно так же проходится. Таким способом мы не взъерошиваем волосы. И после высыхания они не путаются, не кудрявятся. Ну, в общем, у меня у девчонок очень длинные волосы. Даже у младших. Поэтому бывают проблемы с расчесыванием. Детей, кстати, купаю иногда подвы, иногда потры одновременно. Приходят они по очереди, так же и вылезают по очереди. Ванна у нас теперь большая. Воды горячей много. И очень здорово это получается. Правда, Яков тоже попросился к девчонкам. Но я его не пускаю. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Даже если мальчик очень маленький. Скоро наша ванночка будет совсем готова. И ремонт будет закончен. Появятся у нас всякие тумбочки, ящички. Я смогу убирать все лишнее с ванны. Мне самой это мешает и не нравится. Но куда деваться, приходится потерпеть эти временные неудобства. Девчонкам нравится не только мыться, но и купаться в ванной. Я им это разрешаю делать. Иногда сидят по часу. Маленьких детишек зачастую сложно приучить стричь ноготочки. Я всегда им рассказываю сказку «Сорока-сорока», «Кашу варила», «Этому дала», «Этому дала». И как-то ничего, нормально, стрижем, без капризов. Настя так вообще следит всегда за собой. Даже когда у нее короткие ногти, всегда подходят, чтобы я посмотрела или подровняла их. А вот еще одна наша маленькая помощница. Настя увидела эти наклеечки, которые я приготовила для Саши с Данилом. И тоже решила заработать свои баллы. Она говорит «Я уберусь за собой, мама, и ты мне наклеишь тоже наклеечку». Кстати говоря, она молодец, она всегда старается мне помогать. Видит, когда я уставшая. Но, конечно, за собой убирать – это вообще очень полезная и хорошая привычка. Жаль, что дети не всегда это успевают делать. Вот и Яков накупался. Мне помог Алексей. Это его младший, самый младший братик получается. И он самый ответственный за него, потому что самый старший сейчас. Самый старший – это Федор, но он сейчас живет не с нами. В Питере учится в военно-космической академии. А вот Алексею приходится ухаживать периодически за малышом. Укладывать его спать, греть ему молочко, переодевать. Такой вот навык у молодого человека. Я думаю, что он ему в жизни очень-очень пригодится. Самое главное, что никаких капризов. Все очень лаконично. И у каждого свои обязанности в небольшом количестве. И все справляются. Женечка сейчас заправляет одеяло. Скоро будем укладываться спать. Теплое, вкусное, парное козье молоко. Это, как говорится, обязательно. Без него никуда. Ну, а мне остается чуть-чуть совсем прибраться после рисования. Песочек мы уже убрали. И я хочу вам показать, как я дальше буду сушить волосы, длинные волосы Софии, чтобы они не пушились. Обязательно фен включайте на самую тихую скорость. И чтобы он был не горячий, а тепленький. Точно так же, как мы мыли волосы сверху вниз, направляйте воздух также из фена. И потихонечку, помаленечку причесывайте. Конечно, это занимает больше времени, чем обычная сушка, к которой мы все привыкли. Да, забыла сказать, что полотенце тоже нельзя заворачивать и перекручивать, чтобы волосы именно находились всегда в ровном, аккуратном таком вот положении вниз. Так, кто-то еще хочет, чтобы мы посушили головку. Это Матрона. Но Матрона еще пока коротенькие, детские волосики не отросли. Поэтому чуть-чуть ее посушим. И обратно вернемся к Софии. Обычно у нас девочки рождаются с очень жиденькими волосиками, но уже где-то к 10 годам они становятся очень густые, очень такие прям толстенькие, красивые. И мне очень нравится, когда у девочек длинные волосы. А теперь посмотрите, какие у нас красивые волосы после сушки. Просто как с салона. Хотя ничего особенного мы не сделали. В начале видео я говорила, что заезжала в офис Мак. Там я увидела, что можно заказать фотополотно. Мне так понравилась эта идея. Я купила большие рамки. Мне очень хочется их повесить на стену. Несколько лет назад мы делали красивую фотосессию. Конечно, все эти фотографии есть на компьютере, но как хочется на них любоваться в доме. Для пробы я пока заказала только 3 штучки. Сделали их при мне за 15 минут. Посмотрите, какие интересные портреты. Мне очень нравятся в черном-белом. Но также ей понравилось, как сделано было в цветном варианте. Это Федя и Женя. Очень красиво. Женечка, мне кажется, совсем не изменилась. А вот Федор вырос. На этой фотографии я с Софией. Здесь она совсем малышка. Как и обещала, покажу вам посылку. Еще одну посылку от нашей подписчицы. Спасибо ей огромное. Там столько всего интересного, что перед сном получить такой был подарок, настоящий сюрприз детям. Это и игрушки, и конфеты, и разные там тетрадочки. Ну, в общем, столько всего было. Моя подписчица передала нам даже пеленочку. Очень мягенькую и тоненькую. Ребята сейчас разбирают подарки, смотрят, радуются. Все так интересно, все новенькое. Абсолютно каждому ребеночку досталась своя игрушка, а также сладость. Спасибо, спасибо огромное, мои дорогие зрители, что такие щедрые и добрые к нашей семье. На этом видеоролик буду заканчивать. После такого хорошего доброго вечера мы будем укладываться спать. Завтра будет день, завтра будут новые хлопоты, свои радости. Я вам тоже желаю всего доброго. До новых встреч. И не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Мне будет очень интересно его прочитать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok